95% компаний субъектов малого и среднего предпринимательства в Ненецком округе неконкурентоспособны. Они существуют только за счет поддержки из окружного бюджета, так называемых грантов, то есть не имеют перспектив развития. Поэтому необходимо пересматривать систему выделения денежной поддержки бизнесменам в Ненецком округе. Об этом и других вопросах шла речь на очередном заседании администрации Ненецкого округа. В субсидии представителям малого и среднего бизнеса в виде грантовой поддержки будут выделяться только тем предпринимателям, которые ведут свою деятельность на территории Ненецкого округа. Зарегистрированы в регионе и уплачивают налоги в местный бюджет. Верховный суд определил, что чтобы получать поддержку субъекта, не обязательно наличие регистрации в данном субъекте. Однако, по мнению губернатора Александра Цибульского, грантовая система несовершенна. Большинство предпринимателей не идееспособны. Убери региональную поддержку и компании перестанут существовать. Поэтому вопрос о предоставлении субсидий региональным бизнесменам будет дорабатываться. Потому что система, которая есть, она не приводит ни к чему. Кроме того, что у нас возникают на полгода компании, которые существуют и затем перестают существовать, потому что они не имеют устойчивую финансовую модель. А значит, это вы не дорабатываете в том числе. В ходе заседания также были озвучены итоги независимой оценки качества условий оказания услуг организациям в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания в Ненинском округе. В соответствии с поручением президента Российской Федерации, в Ненинском округе с 2015 года проводится независимая оценка качества услуг. Организуют ее независимые операторы путем опроса населения как в самих учреждениях, так и через электронные сервисы. В сфере здравоохранения в 2015 году высший балл – это окружной противотубиклюзный диспансер, низший балл – это Ненинская стоматологическая поликлиника окружная. В 2016 году высший балл – также противотубиклюзный диспансер и низший балл – это Ненинская окружная больница. В 2017 году, как в 2016 году, показатели. По итогам исследований формируется рейтинг организации, в его основу ложится мнение жителей. Рейтинговая оценка призвана не только выявлять проблемы, по ее результатам должны делаться выводы и приниматься соответствующие решения. Ненинская окружная больница признана худшей с точки зрения качества, правильно? В области здравоохранения. Ненинская окружная больница, есть службы стационарные и поликлинические. Я начинаю с поликлиники. С поликлиники, в которую приводят? Ненинская окружная больница, городской поликлиники. Там было недовольство, в том числе время ожидания в очереди. Учитывая недостаточность помещений, которые сегодня есть в поликлинике, мы увеличили время работы в самой поликлинике. Глава Ненинского округа поручил проанализировать результаты независимой оценки в других регионах, изучить практику учреждений, набравших высокие баллы, и применять этот опыт в округе. Все ваши отчеты на бумажках вы можете оставить себе. Но если люди недовольны тем, как работают, значит все эти ваши отчеты ровным счетом не стоят ничего. Итоги независимой оценки учреждений в 2018 году будут опубликованы в начале следующего года на сайтах организации. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.